Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы поговорим про Т-77. Мне бабушка в детстве говорила, когда я улыбался, улыбка до ушей, хоть завязочку пришей. Вот про внешний вид данного танка точно так можно и сказать. Многие его сравнивают с Т-57 Heavy, но здесь, наверное, есть небольшая ошибка. Все-таки он больше похож на хомячка девятого левла. Но на моем канале сейчас проходит такая вот интересная рубрика, как ангарная книга по премам восьмого левла. Что мы делаем? Мы раскатываем все прем танки восьмого уровня, то есть мы выбираем какой-то танк, катаем на нем 15 боев на стриме, записываем название танка, да, фарм, сколько в среднем за бой, сколько среднего урона, сколько ассиста, ставим оценку по трем критериям, фарм, нагиб и геймплей, ссылку на стрим, ссылку на видео, количество боев, процент побед, резервы, расходники, класс техники и т.д. и т.п. И все это доступно онлайн в Excel таблице, там уже больше 50 премов восьмого уровня разобрано. Если вы хотите самостоятельно ее пощупать, посмотреть и посравнивать все цифры, то обязательно залетайте ко мне в телеграм-канал. Там после подписки второй или третий пост в закрепе будет, плюс ко всему у меня в телеграм-канале разыграются 100 тысяч голды ежемесячно, сам розыгрыш происходит на стриме в 9 часов по МСФК, приходите, кстати, сегодня. Но процесс, сам процесс самого розыгрыша происходит в телеге, так что залетайте, подписывайтесь. Ну а сегодня у нас Т-77. Начнем с его бронирования, которое здесь вроде бы формально есть, а на практике, как полагается, конечно же, его нет. Что у нас здесь есть? Ну, верхний бронелист, который иногда действительно танкует. Здесь 125 мм, если где-то на рельефе стоите, возможно, он и сможет что-то оттанчить просто за счет рикошета. Потому что он вот такой вот закругленный, похож на, я не знаю, клюв, нос, утки, да, если это правильно так можно сказать. Что касается нижнего бронелиста, здесь целый калейдоскоп, в принципе, как и в другой, да, какой-то области данного танка. Он тоже эффективно пробивается, да, есть какие-то небольшие зоны, которые танкуют, но, в принципе, большой какой-то проблемы с этим танком вы не испытаете, я думаю, вы и так все знаете. Ну да ладно, в принципе, в корпус Т-77 никто не стреляет, да, так же, как и Т-57 Хеми, в основном все кидают куда правильно, в башню. Здесь у нас вот эти вот щечки, я не знаю, чем они там напиханы, ну так или иначе, да, здесь по 160, по 140 мм, 125 даже есть. Согласитесь, это даже какие-нибудь там 5 лвла, какой-нибудь Черчилль 3 на галде будет нас пробивать, но это, конечно, не камельфо, поэтому пробивает нас сюда все, вот здесь чуть ближе, да, к маске 180-200, но иной раз он может чем-то танковать. Куда стрелять, чтобы не пробить данный танк, тут непонятно, наверное, ну, в маску, да, не нужно кидать, не нужно куда-то вот сюда вот вверх кидать. А так, ну, он везде пробивается, плюс еще очень больно получать от арты, 25 мм в крышке башни, да, и в корпусе, ну, как бы такое себе. Танкование ромбом, что удивительно, в данном танке можно делать и довольно эффективно, то есть он ромбом танкует неплохо, здесь борта 76 мм, плюс они тоже такие вот небольшие по закруглению, и танковать, как бы, ромбом можно. Вот, то есть она, как, знаете, как в ванной идет, вот такая вот полукругом, и поэтому танкование, допустим, на этом танке ромбом, конечно, может быть эффективно. Но есть вот такая вот подбашенная вот такая вот часть, куда тоже пробивает. То есть насчет брони Т-77 зарекаться сильно не буду, самое главное, ну, вы и так все знаете. То есть как на нем танковать, единственное, это можно как-то ромбом, да, показывать там какую-то часть свою заднюю, не более того, разводить противников на выстрел. Ну, а в лоб, парни, ну, тут просто куда, куда хочешь, туда и стреляй, то есть вообще никаких проблем нету. Иногда он отобьет то же самое, как и Т-57 Хэви, то есть ты даже не предскажешь, когда ты его пробьешь, когда не пробьешь. Поэтому броня здесь, ну, как для тяжа, двоечку можно, ну, такую вот поставить, потому что, в принципе, сильно он, ну, ничего не танкует. Что касается его остальных характеристик, прежде чем я начну о них говорить, скажу то, что до этого гайда, до стрима на данном танке, да, по Т-77, я его не сильно не любил. То есть я считал то, что он суперсложный, то, что он неинтересный и все остальное. Вчера я поиграл, и я могу сказать то, что я поменял свое мнение. Такое бывает очень редко, и в этом гайде я попробую быть максимально объективным для того, чтобы и хищникам, и травоядным угодить, и чтобы все были сыты и здоровы. Потому что, действительно, данный танк, ну, отчасти где-то интересен, да, где-то он страшен, потому что, если взглянуть на его ТТХ, с которых мы и начнем, да, в особенности орудия, можно понять то, что здесь вроде бы все хорошо, и в то же время все плохо. Вот, допустим, то же орудие. Здесь у нас 120-мм, ГАН-Т-179 и МАУН-169, я не знаю, для чего настолько подробное описание, не суть. У нас ДПМ базовый, который составляет 1473. Такое, наверное, нужно еще поискать на восьмом уровне, конечно, напомните, но это, по-моему, самый низкий ДПМ. Среди всех там, я не знаю, ну, ЛТ, наверное, вряд ли, все-таки елочка такая себе по ДПМу. Ну, если взять вот средний, тяжелый танк и ПТ, это, по-моему, самый худший ДПМ на своем уровне, какой, конечно, еще поискать нужно. Ну, что же у нас здесь по остальным характеристикам? 360 альфы, но это нормально, с учетом того, что у нас барабан, да, в барабане у нас три снаряда, перезарядка между выстрелами 2 секунды, что очень даже хорошо. Итого получается 900 и еще 60 на 3, 1080. В среднем, ну, где-то 1050-1100 урона у вас должно залетать, но это прямо вот в таких вот средних, как бы, показателях. Этого хватает для того, чтобы забрать, не знаю, какого-нибудь Скорпиона, Борща и т.д. и т.п. То есть, в принципе, хватает где-то еще потаранить и прям неплохо. СТ этого хватает для того, чтобы, ну, процентов 70-80, в некоторых случаях, с тем же Альт-Про, у которого 1250, и 90% ХП забирать. То есть, это нормально. Тяжа любого с двух барабанов, практически даже с полтора барабана, мы забираем на своем уровне. Что касается альфы, 360 при такой комплектации это довольно ок. Что касается снарядов, у нас базовый снаряд очень хороший. Он, во-первых, пробивает достойно, 232, во-вторых, он летает очень хорошо, 1143, и при этом стоит не сильно дорого, то есть 905. То есть, выпускаете таких 3 снаряда, вы 2700 платите, при этом 1000 с копейками наносите, это даже очень хорошая результативность. Но помните то, что у данного снаряда все-таки, так как он подкол, теряет бронепробитие с расстоянием, плюс-минус 25, у вас бронепробитие может упасть до 200. И с этим бронепробитием уже, ну, даже какие-то седьмые лвла будут казаться какими-то неприступными машинами. И есть голда, который решает, ну, действительно все вопросы, здесь 299 бронепробития, то есть 300 мм на барабанном таком вот тяжа, это, конечно, здорово. Но стоимость не то, что конская, она просто страусиная уже какая-то, 4800, то есть это очень дорого, почти 14 тысяч серебра заплатить за, блин, такой снаряд, ну, как бы, такое себе, не очень будет, да, за такой вот барабан. И скорость полета 850, что будет после подкола, конечно, ощущаться. Но опять-таки, выезжая против Е100, против каких-то других аппаратов, вы будете замечать то, что, да, я могу, я могу пробивать, я могу наносить урон. И, конечно, на этом танке, конечно же, нужно прокачивать интуицию. Она будет здесь, по-моему, что-то в районе 6-7 секунд составлять, и это будет довольно ок для того, чтобы, ну, вы смогли вот быстрее скинуть барабан. Видите, то, что против вас там какой-нибудь Е7 выезжает, согласитесь, на подколах в лоб вы ему ничего не сделаете. А на голде в 300 мм и в нижней бронелисты, и по щекам, если он будет как-то танковать ромбом, в принципе, вы будете справляться. Поэтому в плане снарядов здесь все довольно ок, я фугасы не буду обсуждать, да, они по 460 там урона наносят, по 60 бронепробития, но они не нужны реально, то есть, в принципе, заряжать их такое себе. Почему я, как бы, и не советую фугасы возить? Во-первых, здесь и боекомплекты не самые, наверное, огромные, но его для большинства боев хватает. Но, во-вторых, это, конечно, долгая КД, 35 секунд. То есть, играть без интуиции невозможно, а 35 секунд достигается с вентилем, с боевым братством, да, с доппайком еще, и, как бы, инструкция на вентиль стоит. И так, около 35 секунд, что, ну, согласитесь, очень долго, то есть, 34-35 секунд заряжаетесь, и еще 4 секунды разряжаетесь. То есть, грубо говоря, где-то секунд 40 вы потратите на зарядку и разрядку, за это время заряжается Кобра. Ну, Кобра, правда, 2000 с барабан дает, но Кобре еще и раздать нужно. Ну, да ладно, то есть, в любом случае, это очень долго, и вот так вот снарядами здесь, знаете, швыряться. Давай-ка я вот здесь постреляю, давай-ка я вот этими здесь постреляю, нет. Только с интуицией тогда вы почувствуете то, что вы можете, ну, как-то владеть ситуацией, и понимать то, что здесь я могу на одних, здесь я могу на третьих. Что еще, вот если говорить о барабане, нельзя вообще никак бланить, практически. Потому что КД слишком долго, и, как правило, вы поплатитесь этим. Потому что, ну, ребята сейчас в рандоме играют далеко не глупые, хотя не все, да, кроме союзников. И, как бы, они понимают то, что если ты одну-две тычку дал, ты максимум, ну, как бы, обладаешь третьей, либо ты уйдешь на КД, а когда уходишь на КД, играть на нем довольно тяжело. Вот, потому что он ничего из себя не представляет, и со всем остальным, даже прокачав полностью экипаж и все остальное, можно ДПМ 1700 сделать. И, как бы, согласитесь, это очень мало. То есть, по сравнению с этим, ну, как бы, даже Лёва и Т-34 какой-нибудь американский будут казаться, ну, просто, несгибаемым тяжом по ДПМу. Но здесь 1700 слабо. Точность 0.32 довольно неплохая, и могу сказать то, что с таряда, в принципе, данный танк закидывает неплохо. То есть, вот, именно сама кучность выстрелов на нем неплохая. Стабилизация время сведения оставляет желать лучшего, потому что очень все плохо. И отсюда, конечно, сразу же можно посмотреть на оборудование и понять то, что без стабилизатора и УМП играть на этом танке не получится вообще ни разу. Но, благо, хотя бы для УМП можно его заменить и поставить систему повышения мобильности, что я, в принципе, рекомендую, потому что данный танк обладает, ну, потрясающей базовой скоростью 48, да, как для тяжа вперед. При этом очень хорошо поворачивается 40 градусов, и при всем при этом еще и удельная мощность 16-ка была. Поэтому система повышения мобильности даст вам буст, я не знаю, сколько там, 52-53 километра вперед будете ехать. Ну, конечно, согласитесь, это здорово. Плюс ко всему эффект от УМП дает, поэтому система повышения мобильности, конечно, must have вместе со стабилизатором будет вообще просто unbelievable. И, конечно же, первое, можно ставить улучшенную вентиляцию, потому что дает прибавку ко всему, в том числе и к ДПМу этому уродливому, потому что, ну, 1600-1700, согласитесь, отвратительно. И, как бы, даст прибавочку еще к обзору, даст прибавочку к сведению, даст прибавочку там, ну, ко всему, ко всему, ко всему остальному. Поэтому вентиль УМП, стабилизатор, ваше все. Если хотите и любите вы этот танк еще сильнее улучшить, конечно, система повышения мобильности, ну, вентиль, система повышения мобильности и стабилизатор будет прям вот идеально. 1450 кп, это не сильно много, как для тяжа, но нужно здесь сделать поправку и сказать то, что это подвижный тяж, поэтому это нормально. Вы будете здесь в основном играть в разминок. Ну, по мобильности я сказал, здесь все очень хорошо, это один из самых, наверное, мобильных тяжей на своем уровне, потому что, имея базовую скорость 48, ну, я не помню, какой тяж может похвастаться на восьмом уровне такой вот максималкой базовой, причем не раскаченной. Это, конечно, удивительно. Незаметности нету, понятное дело то, что это тяж, хотя когда тяжа здесь относительно неплохо. Обзор 433 метра достигается, ну, прям большими-большими махинациями в качестве, в виде, точнее, доппайка, в виде вентиля боевого братства, радиоперехвата, длинного глаза и всего-всего остального. По ТТХ, в принципе, разобрались. Единственное, что еще могу сказать, здесь пушка на 8 градусов не сопускается, что довольно комфортно. Что по оборудованию, я уже сказал, на мой взгляд, идеальная сборка это вентиль под первый слот. Во-вторых, это будет система повышения мобильности и стабилизатор. Кто-то вместо вентиля ставит сюда закалку, в принципе, имеет право на существование, потому что 1450 хп можно сделать больше, соответственно, чаще играть в размены и все остальное. Но я лично нашел свою вот интересную сборку с вентилем. Также советую прокачать полевую модернизацию, да, вы можете выбрать дополнительный слот либо под мобильность, либо под огневую мощь, тут кому что нравится. Можете взять под огневую мощь, допустим, пихнуть туда стабилизатор, получите еще дополнительно 3% и как бы от стабилизации, да, от разброса при движениях, поворотах, это будет очень хорошо. Плюс, что я советую прокачать из полевой модернизации, это вездеходную ходовую. У вас там от скорости поворота ходовой немножко отнимется, но при этом вы и так хорошо, ну, как бы, поворачиваетесь. Да, и прочность ходовой, но при этом плюс тем к сохранению набранной скорости. А мы все-таки играем на тяжей, нам хотелось бы, особенно системы повышения мобильности, сохранять свою максималку. И Т-77 этим может похвастаться. Он практически наравне едет с каким-нибудь С-52 лис, но при этом имея вот такой вот барабан. И что я могу сказать, по игре этот танк не является какой-то имбой в том плане, то что у тебя нет тысячи каких-то вариантов для нанесения урона. Чаще всего ты вот либо 2, либо 3, ну, максимум там 4 раза, да, там относительно, ты можешь свой барабан реализовывать. То есть ты ждешь, 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 как настоящий хищник, ты выжидаешь. Как только противник ошибается, ты выходишь, даешь 3 снаряда, закатываешься. Ну, можешь там тычку получить 1-2. 2-3 раза это делаешь за 3000 урона. То есть, в принципе, вот так. Если вы любите играть на каком-то танке, я не знаю, тип каком-нибудь Е-75 ТС, не знаю, Ринни Гати и всем остальным, вряд ли вам подойдет этот танк, потому что он максимально отличается от всего другого, то что есть. Он не походит, кстати, на Т-57 Хэви, как многие сравнивают. И Хэмика, там барабан 20 секунд перезаряжается, многие тяжи там по 15-16 секунд на 10 уровне, да, там с каким-нибудь там Е-100, С-60 ТП. А этот барабан заряжает настолько быстро. То есть тебе не нужно на Т-57 Хэви уходить прям сильно из-за места, максимум ты за камень закатился. Ты РПР и ты опять готов. На этом танке так не получится. Он не может сильно, и не то что сильно, он-то влиять может, он не может постоянно на бой влиять. Потому что у тебя всего лишь 3 снаряда, и ты полминуты бездействуешь, и тебе нужно ориентироваться на союзников. Поэтому на нем очень тяжело. Я могу сказать, что этот аппарат подойдет только для игроков, только для игроков, которые очень хорошо играют в игру. Зеленые, а желательно какие-нибудь бирюза и выше, потому что не так его легко реализовать, но можно. Плюс ко всему, сюда в довесок очень хороший экипаж, очень хорошее оборудование. Если там будет фиолетовое или красное, да, конечно будет лучше, еще и экспериментально. Играть на стоковом экипаже, вот с максимальным каким-то там самым простецким оборудованием будет тяжело на данном танке. Очень тяжело. Кайфа вы от этого не получите. Но допустим, делать 2000 урона за бой на этом танке не составляет никакой проблемы. Вот мы вчера покатали 15 боев, у нас 66% побед, что довольно великолепно. Было всего лишь плюс 50 кредитом с дешевой аптечкой, ремкой, доппайком, без учета боевых задач, ЛБЗ, ТД и ТП. Мы нафармили почти миллион двести, и чистый фарм получился почти 80 тысяч серебра за бой. При 2600 средухе и 243 асиста. Ну, то есть, ну, практически мы там в 2900 сыграли среднего. И я могу сказать то, что мне этот танк понравился. Не то, чтобы я прям вот фанат и буду вау каждый раз там на нем играть, нет. Но по фарму это второй тяж. Вот сколько мы там уже тяжей прокатали. Мы прокатали уже, я не знаю, по-моему, тяжей 25 на восьмом уровне мы разобрали. Это танк второй по фарму. Он только Шкоду Т-56 не обгоняет, а всех остальных и Е-75, и Прототипа, и 703, и Бизонта, и Базика, и Са-3, и Лёву. Он всех перегнал. Поэтому Т-77 вот для опытных игроков самое то. Он может нагибать, он может действительно стрелять и на нем играть в принципе интересно. Поэтому по трем критериям. По фарму я ему поставил 5, по нагибу я ему поставил 5, по геймплею поставил ему 4, потому что комфортность введения акта, конечно, не дает вам этого кайфа. Плюс ко всему сюда же очень долгая КД, тебе нужно вот где-то найти для себя небольшое убежище и укрытие, чтобы как-то поиграться. Вообще оценка данному танку, наверное, 5 с минусов, но опять-таки только для опытных игроков. Если вы, ребята, хотите сами поюзать эту таблицу, то обязательно залетайте ко мне в телеграм-канал. Да, как бы там и голду ребята у меня выигрывают. Но для этого нужно приходить на стримы в 9 часов по МСК. У нас очень весело. Мы, в принципе, и занимаемся тестированием всем премтанков. Заполняем эту таблицу онлайн на стриме вместе со зрителем. Поэтому обязательно приходите на стрим в 9 часов. У нас каждый день, кроме воскресенья. Залетайте обязательно в телегу, потому что после подписки вы сами найдете в закрепе всю эту таблицу. Пощупаете, пощелкаете, там все посмотрите. Плюс ко всему там у нас розыгрыш голды происходит. 100 тысяч ежемесячно. Бонус-кодики, всякие новости, опросики с танчиками. Ну, довольно интересно. Так что, ребята, как-то так. Обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал. Поставьте лайк, напишите комментарий. Вам не сложно, а мне будет очень приятно. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова